Премьер-министр Азербайджана пообещал главе казахстанского правительства вернуть пенсионные сбережения, вложенные в прогоревший банк. Вероятность того, что наши с вами деньги вернутся к нам приумноженными, крайне мала. Сейчас правительство Казахстана должно определиться, какой из трех предложенных вариантов возврата будет самым выгодным для нас. Собственником акционерного общества ЕГПФ является правительство. И государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов. В этой связи правительство прямо заинтересовано в сохранности пенсионных активов граждан Казахстана и назначило своих специальных представителей, то есть представителей премьер-министра. Заниматься возвратом 250 миллионов долларов, вложенных в Международный банк Азербайджана, кроме Нацбанка, будет и министр финансов Бахет Султанов. Ему поручено держать связь со своим коллегой из страны-должника. Задача наших экспертов – выбрать более выгодные условия возврата. Вот в первом варианте, который предложила землячанская сторона, это замена на облигации суверена с 20% сокращением стоимости. Второй вариант – это 15-летние облигации, также замена на облигации суверена, но с сохранением основного долга. Поэтому, конечно же, в наших интересах сохранить и основной долг, и в целом не получить потери. В любом случае, деньги, вложенные в Международный банк Азербайджана, уже не принесут ожидаемую прибыль. По словам Бахета Султанова, пока для Казахстана самый выгодный вариант – продлить срок возврата с 10 до 15 лет и сократить ставку вознаграждения с 8,25% до 3,5%. Общая задолженность Международного банка Азербайджана перед кредиторами – почти 3,5 миллиарда долларов. Казахстану, как и другим инвесторам, придется определиться, либо прощать 20% долга и получить государственные обязательства, либо соглашаться на новые долговые условия. Встреча всех участников сделок с банком назначена на середину июля, где специальным голосованием будет выбран один из предложенных вариантов. Субтитры создавал DimaTorzok